Синий кит Самое большое млекопитающее на Земле, без сомнения, это синий кит. Синий кит своими размерами впечатляет. Его длина равняется почти 34 метрам, а вес его более 200 тонн. Впрочем, у самого большого кита в мире не только огромные размеры тела. У него просто невероятно большие внутренние органы. И только один язык весит столько, что трудно представить – 4000 кг. Ну а сердце синего кита весит примерно 700 кг. Мозг у млекопитающего небольшой – до 6 кг. Синие киты слышат друг друга на расстоянии 1600 км. Самые большие киты и самые громкие. Популяция животных огромная, питаются косяками мелких пород рыб, планктоном, рачками. В день заглатывают до 2 тонн корма. Когда маленький кит появляется на свет, или точнее сказать на воду, он уже весит примерно 3 тонны. Длина детеныша сравнима с небольшим деревом – 6-7 метров. Для человека это уже невообразимые размеры. Представить живое существо подобных габаритов сложно. С каждым годом киты только растут, причем маленький кит вытягивается с большой скоростью. При этом, киты, по разным данным, могут жить до сотни лет. Впрочем, несмотря на активный рост и продолжительность жизни, киты потомства производят очень медленно. Самые большие киты сейчас не так обильно заселяют океаны, популяция их уменьшается в геометрической прогрессии. Они сейчас находятся на грани исчезновения. В Японии, к примеру, промысел настолько активен, что там китов практически вообще не осталось. Изначально численность синих китов – это до начала интенсивного промысла – оценивалось в 215 тысяч особей. Но вот современное поголовье подсчитать довольно трудно. И причина довольно проста. Многие десятилетия эти млекопитающие изучались не очень активно. Сейчас же, по некоторым данным, во всем мировом океане не более двух тысяч синих китов. Правда, по подсчетам других специалистов, цифры более оптимистичные – не менее 8 тысяч особей. Впрочем, погибнуть синие киты могут не только от человеческих рук. Млекопитающие может стать и жертвой своих морских соседей. Можно подумать, что у взрослых китов, из-за гигантского размера, естественных врагов нет. Однако, они могут все-таки попасть под не милость касаток. Касатки сбиваются в стаи. Разрывают синих китов и съедают. И случаи нападения уже были зарегистрированы. Так, в 1979 году, стая из 30 касаток напала на молодого синего кита. Касатки бросались на свою жертву, отрывали от нее куски. Причем, нападающие даже не разбирали, куда кусать – в голову, бока или спину. А в 1990 году описаны два больших кита, которых видели в заливе Святого Лаврентия. У них были шрамы в виде параллельных полос, судя по ним, на млекопитающих остались следы зубов именно касаток. Цвет синего кита, как ни удивительно, не синий, а в основном серый, но с голубым оттенком. И синим млекопитающее прозвали потому, что когда смотришь на кита сквозь воду, но он кажется именно синим, ну или голубым. При этом, плавники и брюхо животного светлее, чем остальное тело. Обитают синие киты в теплых и в холодных водах. Это полярные и тропические моря. У создания нет зубов, но несмотря на это, они питаются всякой мелкой морской живностью, к примеру, планктоном или маленькой рыбешкой. Для пропитания у самого большого кита в мире есть китовый уз. Это приспособление, которое напоминает больше щетку или огромное сито. Оно способно пропускать через себя ненужные для питания элементы, а кроме этого отфильтровывать воду. Синий кит не может съесть человека, даже если очень сильно захочет. Поэтому млекопитающее считается почти безопасным для человека. Однако обитатель морей и океанов легко может перевернуть водное судно средних размеров, причем не специально, а просто случайно задев. Стоит отметить, что у китов очень плохое обоняние зрения. Поэтому самый большой кит в мире со своими соплеменниками общается исключительно при помощи звуков. И чтобы другие млекопитающие услышали крик, киту приходится вкладывать в сообщение до 20 Гц. И этого достаточно, чтобы передать информацию на огромное расстояние. Особи способны слышать друг друга на расстоянии до 800 км и даже больше. В большинстве своем эти млекопитающие одиночки. Синий кит, как правило, не образует стат. Но иногда в группы млекопитающие все-таки собираются. Но они немногочисленные, всего 2-3 головы. Только там, где очень много корма, можно встретить крупные скопления. Однако, даже в таких коллективах синие киты держатся обособленно друг от друга. Млекопитающие не такое маневренное, как другие крупные китообразные. Движения у китов медленные и неуклюжие. И активны они только в дневное время суток. Об этом свидетельствует то, что, к примеру, у берегов Калифорнии на ночь особи прекращают свои движения. В целом, жизнь синих китов ночью пока еще мало изучена. Еще большего представителя морских глубин на сегодняшний день обнаружить не удалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова